Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня я снимаю для вас долгожданное видео. Конечно же, это роллы, которые вы очень давно уже ждете. Есть комментарии на моем канале, которые я буквально 2 часа назад прочитала. Девчонки пишут, что Айка, ты обещала в неделю один раз сериал с роллами. Где этот сериал? Что ты не следишь за базаром, не отвечаешь за слова? И я подумала, я хочу, вы хотите, почему бы нет? Давайте приступим. Очень люблю вот эти суши-бургер. Вкуснотища еще там. Я постаралась положить как можно плотнее, чтобы было ближе. Здесь вот роллы у нас прям друг на дружке. Но ничего, не питай, все съестся. С чего поначать? Давайте с этих. Что здесь внутри? Здесь рыбка, огурчик, сыр. Макаем в соус. Соус вообще в неудобном месте, если честно. Просто сюда не поместился. Чуть-чуть васаби. Сегодня в инстаграм я вам в историю выложила видео, которое, наверное, обошло весь интернет. Мужчина. Если его можно назвать вообще мужчиной. Это просто животное. Других слов у меня нет. Берет беззащитного маленького ребенка. Вот так вот за ногу и начинает трясти. Я увидела это чисто случайно. Подписчики отметили меня. Что Айка поделись? Я смотрю страницу. Оказывается, ребенка они назвали «Шутка». Свидетельство о рождении. Там фотографии. И там написано, что ребенка зовут «Шутка». Вот так вот. Вообще чокнутые родители. Я в шоке. Я просто пожаловалась на этот аккаунт. Опубликовала у себя. Попросила своих подписчиков тоже дать какую-то реакцию. Я сначала подумала, что это какая-то игрушка. Потом смотрю, что нет живой ребенок. Вот так вот за одну ногу тянут. И вот туда-сюда и песенку поет, как придурок. Если ты такое животное, да? Мы все поняли, что ты животное. Зачем это снимать и выкладывать? Мне кажется, человек хочет пропиариться. На том, что он такой скотина. В общем. Я опубликовала. И я надеюсь, что опека, по крайней мере, точно заинтересуется этим вопросом. У них же там на странице фотография. Мама девочки вот так вот кормит ребенка. И вторая грудь полностью обнажена. И вот такая вот фотография у них стоит в инстаграме. То ли они что-то принимают, то ли они просто чокнутые. Я понятия не имею. Но я очень надеюсь, что меры будут предприняты. И соответствующие органы должны заняться этим вопросом. Прям в срочном порядке. Непонятно, что дальше случится с ребенком. Вот многие говорят, мы против аборта. Аборт нельзя делать. Но есть люди, которым ребенок не нужен. Они просто его родили, чтобы над ним издеваться. Назвали его шуткой. В общем, подписчики моего инстаграма, вы, наверное, в курсе, про что я говорю. Потому что я не сразу поняла, что там они ребенка назвали шуткой. Это потом мне подписчицы начали отправлять, что Айка, смотри. Они назвали ребенка шуткой. Девочку. Девочку. Я настолько шокирована этой ситуацией. Знаете, когда один человек обижает другого, это не настолько обидно. Когда человек обижает беззащитного ребенка, который не может никак ответить, ничего сделать, не дать сдачи. Вот это вот становится обидно. Потом я увидела и Бородина. Опубликовала у себя в История. И Костенко. Жена Тарасова. В общем, все опубликовали, чтобы привлечь как-то. Я поражаюсь просто. Как так можно? Как можно быть настолько жестоким? Ладно, мужчина. Он идиот, он чокнутый, да? Неужели у женщины нет материнского инстинкта? Неужели у нее внутри ничего не екает, когда он делает такие вещи? Она тоже со стороны просто это все дело снимает. Семья вот такая вот. Нет, мужчина там стопудово что-то употребляет. Какой-то непонятный тип. Ужас. Я в шоке. Роллы очень вкусные. Прям обалденные. Пальчики оближ. Особенно я вот эти люблю. Это прям самое любимое. Я их прям не пережевываю и сразу глотаю. В общем, давайте не будем о печальном. Давайте поотвечаем на вопросы и поговорим о чем-то позитивном. Хотела бы переехать в другую страну, жить там. Вопрос задает Мария Ка. Давайте полайкаем ей фотографии, если у нее профиль открытый. Открытый профиль, но ни одной фотографии нету. Посмотрим ее историю. В общем, я очень рада, что я живу в Азербайджане, в городе Баку. Я безумно просто люблю этот город. И как раз таки этот город, где исполнились все мои мечты. Я поступила в университет. Я встретила свою любовь. Я чувствую себя максимально гармонично. Я чувствую себя рядом с добрыми людьми. Мне нравится доброта здешних людей. В общем и целом могу сказать, что я безгранично счастлива. Я вам рассказывала, когда только познакомилась с парнем. У него была идея, что переехать, переехать в Европу, так как он учился в Италии. У него была такая идея, я его отговорила. Некоторые мои знакомые просто крутили у виска, что почему-то его отговорила. Это же так круто жить за границей. Возможно, круто. Возможно, там бы я заработала больше денег и жила бы лучше. Но я не хочу чувствовать себя, как в гостях. Ни в своей тарелке, ни знать язык. Мне некомфортно было бы. Никогда не говори никогда, но... Последний случай, например, в автобусе, когда парень заступился за девушку. Да и вообще, очень много здесь добрых людей. Конечно, есть свои минусы, но очень много и плюсов. Поэтому никакой вот идеи куда-то переехать у меня абсолютно нет. Я помню как-то один раз... Приехал двоюродный брат моего папы. И он такой спросил меня, ну что, говорит, как тебе живется здесь? Привыкла, наверное, жить в России. Я говорю, нет, мне потрясающе, мне отлично. Ну, конечно, он такой. Ты так говоришь от безысходности. Я такая, в смысле, от какой безысходности? Почему я не могу, например, сейчас переехать к папе в Россию и жить там, к примеру? Вот, а при чем здесь безысходность-то? У меня есть стабильная работа. Зачем? Приезжать, потом где-то там на рынке торговать, и что я, типа, в России живу? До меня не доходит. Вообще, 90% азербайджанцев, которые живут в России, это все люди из деревень. Деревень Азербайджана. Из Баку никто не переезжает в Россию. Запомните это. Я, знаете, человек, который любит комфорт и не люблю вот это постоянно туда-сюда с баулами и все дела. Есть люди, которые всю жизнь там пытаются найти себя в разных странах, там путешествуют и пытаются как-то переехать, обосноваться на новом месте, начать с нуля, и им это в кайф, там мне не в кайф. Я предпочитаю стабильность. Пусть не супер большую зарплату, но стабильность. Чтобы я знала, что в этом месяце, например, я заработаю столько, то у меня есть квартира, у меня есть то, третье, десятое, и все, живи себе в кайф. Ведь для счастья много не надо, запомните. Вот эта вот вся мишура, например, супердорогие тачки, супердорогая одежда. Есть люди, у которых все это есть, но они несчастливы. Так что самое главное, я считаю, что это гармония с собой, а все остальное будет. Очень сытные вот эти суши-бургеры. Прям буквально четырьмя можно наесть. Как вам, кстати, мои косички? Я смотрела Ривердейл на английском и делала вот эти косички. Очень крутой сериал. Если вот вы думаете, что же можно посмотреть на выходных, то обязательно посмотрите Ривердейл. Я сама не люблю сериалы. Но этот прям нечто, прям берет за душу. Я помню, я пересматривала клон. Когда первый раз вышел клон, я была совсем маленькая, еще ничего не соображала. А тогда второй раз. Это уже был повтор, уже все знали, что как будет. Я просила всех не говорить мне, потому что я хочу посмотреть и убедиться, что как будет. Я до конца не верила, что Жадим будет с Лукасом. Мне так хотелось, чтобы она выбрала Саида. И только с годами понимаешь, что оказывается Саид был настоящим мужиком. Ой. В общем, на этом все. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эйка Эмили. И всем пока.